Анна Сьюэлл, повесть «Чёрный красавчик», часть 2, глава 27, загубленные и катящиеся под уклон. Как только колени мои достаточно зажили, меня на месяц-другой отправили попастись на небольшой луг. Там не было больше ни души, и я, конечно, наслаждался свободой и сочной травой. Но давняя привычка к обществу сказывалась. Я чувствовал себя очень одиноким. Мы с Джинджер стали закадычными друзьями, и я очень по ней тосковал. Заслышав конский топот на дороге, я начинал ржать, но редко дожидался ответа. И вот однажды ворота загона отворились. И кто бы, вы думали, появился? Моя дорогая подружка Джинджер. Человек снял с неё уздечку и пошёл. С тихим радостным ржанием я рысью пустился к ней. Мы оба были рады встрече. Но вскоре я понял, что Джинджеры привели ко мне не для того, чтобы доставить нам удовольствие. Она поведала, что её загнали быстрой ездой, и теперь отправили сюда, чтобы посмотреть, поможет ли ей отдых. Лорд Джордж по молодости лет ничьих советов не слушал. Он был безжалостным наездником и не пропускал ни одной охоты, нисколько не заботясь при этом о лошадях. Вскоре после того, как я покинул конюшню, были устроены скачки, в которых он твёрдо решил участвовать. Хотя конюх и предупреждал, что у Джинджер лёгкое растяжение, и её нельзя выпускать на скачки. Лорд Джордж не обратил на это никакого внимания и на соревнованиях выжимал из неё последние силы, заставляя не отставать от фаворитов. Она со своим характером, конечно же, выложилась до конца, пришла к финишу в первой тройке, но запалилась. А кроме того, седок был слишком тяжёл для неё, и она растянула мышцы спины. «Вот и полюбуйтесь теперь на нас, загубленных в расцвете молодости и сил», — сказала она. «Тебя доконал пьяница, меня дурак! Как тяжело!» Мы оба чувствовали, что теперь уже не те, какими были прежде. Это, однако, не отравило нам радость встречи. Мы, правда, не скакали голопом, как когда-то. Но получали удовольствие от того, что паслись, лежали вместе на траве, часами стояли в тени раскидистых лип, прижавшись головами друг к другу. Так мы жили, пока хозяйская семья не вернулась из города. Однажды мы увидели на лугу лорда в сопровождении Йорка. Поняв, что настаёт важнейший момент, мы смирно стояли под липой, ожидая их приближения. Они внимательно нас осмотрели. Похоже, лорд был страшно недоволен. «Триста фунтов выброшены на ветер», — сказал он. «Но хуже всего то, что это лошади моего старого друга». Он надеялся, что им будет у меня хорошо, как дома. А их загубили. Кобыла пусть с годик побегает, посмотрим, что получится. А вот Воронова придётся продать. «Мне очень жаль, но я не могу держать в своей конюшне лошадь с такими коленями». «Конечно, ваша светлость», — ответил Йорк. «Но для него можно найти место, где внешний вид большого значения не имеет, а обращаться с ним будут хорошо. У меня в бате есть знакомый, который держит платную конюшню. Ему часто требуются хорошие лошади, но недорого. Я знаю, что он отлично смотрит за своими лошадьми. У этого коня добрый нрав, а рекомендаций вашей светлости или моей будет вполне достаточно для моего приятеля». «Хорошо, Йорк, напишите ему. Я гораздо больше пекусь о том, чтобы лошадь попала в хорошие руки, чем о цене». И они ушли. «Скоро тебя увезут», — сказала Джинджер. «И я потеряю единственного друга. Скорее всего, мы больше никогда не увидимся. Как жесток этот мир». Примерно неделю спустя пришел Роберт с уздечкой. Накинул ее на меня и увел. По рекомендации Йорка меня купил хозяин платной конюшни. Мне предстояло ехать туда на поезде. Это было ново и требовало немалого мужества. Но как только я понял, что с шипением вырывающейся из трубы клубы пара резкие толчки, свистки, а пуще всего непрерывное дрожание вагона, в котором я стоял, не причиняют мне никакого вреда, я сразу успокоился. По окончании путешествия я очутился в довольно удобной, хорошо убранной конюшне. Она не была, правда, столь просторной и уютной, как та, к которой я привык. Стойла здесь были устроены с наклоном, а не горизонтально. И когда голова моя склонялась к яслим, я был вынужден удерживаться на скошенном полу, что очень утомительно. Видимо, люди не знают, что лошадь работает гораздо лучше, если в стойле ей удобно, и она имеет возможность свободно поворачиваться там. Как бы то ни было, меня хорошо кормили и содержали в чистоте. Наш хозяин заботился о нас как мог. Он занимался извозом и держал для этого довольно много лошадей и всевозможных экипажей. Иногда экипажи нанимали у него вместе с кучером, иногда клиенты, дамы или господа, правили сами. Субтитры создавал DimaTorzok